Насколько эффективно будут работать власти республики и в чем это почувствуют жители Мариэл? Пожалуй, главная политическая новость этих дней – масштабная реформа структуры правительства региона. Напомню, что 27 октября указом главы Мариэл Александра Евстифеева в правительстве республики сокращены должности сразу трех замов главы. Как пояснил Александр Евстифеев, новое правительство сократится. Это станет возможным благодаря оптимизации. Проще говоря, в Мариэл больше не будет раздутых министерских штатов и одних и тех же дублирующихся функций у разных ведомств. Пожалуй, одна из главных политических интриг осени 2017-го разрешилась. Ведь о том, что структура правительства претерпит изменения, Евстифеев заявлял еще летом. И так у главы Кабмина будет не 10, а 7 заместителей, 3 из которых будут работать в статусе первых. При этом вице-премьеры не будут слимехать работу с министерской. Эта структура имеет определенные отличия, весьма существенные. Они вполне соответствуют той программе кандидата, с которой я ознакомил в общем жителей республики. Речь прежде всего шла о том, чтобы не нарушив выполнение функциональных задач сократить правительство республики. И такое сокращение произошло. Сокращение, конечно, коснутся и аппарата тех чиновников, которые с утверждением новой структуры утратили свои полномочия. Количество министерств, как и раньше, будет 13. Однако часть из них ждет реорганизация. В частности, промышленность будет курировать Минэконом, став таким образом Министерством промышленности, экономического развития и торговли. Соответственно, нынешний Минпром теперь будет называться Министерством транспорта и дорожного хозяйства. Значительные преобразования ждут Минюст, в ведении которого переходят дела управления внутренней политики администрации главы Мариел. Теперь вместо управления внутренней политики будет работать Министерство внутренней политики, которое будет осуществлять задачи, в том числе в сфере местного управления и в сфере юстиции. Я думаю, что такая регламентация новая, которая повышает статус органа исполнительной власти республики, осуществляющего внутреннюю политику, поможет улучшить работу в этом направлении. Преобразования коснутся еще нескольких министерств и ведомств правительства. Так будет ликвидирован Комитет по туризму, функции которого перейдут к Минспорта. Это же министерство станет курировать вопросы молодежной политики и получит название Министерства молодежной политики, спорта и туризма. Кроме того, Минлесхоз, получив часть новых функций, будет переименован в Министерство природных ресурсов, экологии и охраны окружающей среды. А Департамент экологической безопасности станет Комитетом гражданской обороны и защиты населения. В моем представлении документ получился полноценный, добротный. По общему мнению экспертного сообщества, эта структура правительства Республики Мариэл вполне соответствует тем задачам, которые стоят перед исполнительной властью Республики на сегодняшний день, учитывая и историческую ситуацию, и экономическую ситуацию, демографическую ситуацию, кадровую ситуацию. В общем, все эти позиции мы учитывали, понимая, что исполнительный орган должен работать в конкретных условиях, каждодневно, а это работа не только на перспективу, или, скажем, это работа на аналитику, или это работа в историческом аспекте. Добавим, что новая структура республиканского правительства полноценно заработает с 1 января 2018-го. Но в срок до 21 ноября текущего года станет известно, кто именно возглавит министерство и ведомство правительства Мариэл.